ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ И, в принципе, буквально каждый экспонат в этом музее доказывает, что эволюция реальна. Например, в этом зале можно посмотреть, насколько многообразен современный мир. И каждое из этих животных – это результат длительной эволюции. Потребовались сотни миллионов лет, чтобы из первого организма появилось всё это многообразие видов. Кроме того, у нас есть зал, который посвящён самим механизмам эволюции, и этот зал расположен на втором этаже нашего музея. Ну и, конечно же, здесь у нас есть древние животные. Вот здесь, например, вы можете полюбоваться на гигантского древнего ленивца Мегатерия, причём выполнен он в натуральный размер. Ещё 10 тысяч лет назад таких гигантов можно было повстречать в Южной Америке. А рядышком стоит огромный древний лемур Мегалодапис. Он, конечно, может быть, и не кажется нам гигантом, но если сравнить с современными лемурами, то, как говорится, почувствуйте разницу. Для меня, конечно, как для палеонтолога, именно древние животные служат самым ярким доказательством того, что эволюция была. И кроме того, ведь именно остатки древних живых существ позволяют проследить, как именно развивалась жизнь на планете Земля. И особенно приятно, что для того, чтобы узнать, какие были древние животные, для того, чтобы посмотреть разные окаменелости, вовсе не обязательно отправляться на Мадагаскар или в Южную Америку. Даже на территории нашей страны есть множество выходов древних пород, и можно обнаружить множество самых разных и удивительных древних животных. И сегодня я постараюсь вам рассказать о таких наиболее интересных находках и местах, где эти находки можно сделать. Одними из самых древних животных, которые появились на нашей планете и которых хоть можно было рассмотреть без микроскопа, были представители так называемой Эдиакарской или Венской фауны. Жили они, соответственно, где-то 570 миллионов лет назад. И особенно приятно, что представителей даже таких древних живых организмов тоже можно повстречать на территории России. Причем у нас есть одни из самых лучших выходов именно таких древних пород Эдиакарского периода на берегу Белого моря. Ну а как выглядели эти живые организмы? На самом деле достаточно сложно объяснить, потому что они не похожи ни на кого из тех, кого мы привыкли видеть. Это был очень неспешный мир. Весь мир был похож на один огромный сад, в котором, казалось бы, вообще никто не шевелился, хотя он был заполнен разными животными. Некоторые из них напоминали перья, вот здесь вот таких, например, можете наблюдать. Другие были похожи на какие-то, не знаю, лепешки или блинчики. А третьи вообще ни на кого из живых организмов не были похожи. Самое удивительное, что у них у всех не было, по сути, никакого панциря или раковины, и поэтому от них остаются только отпечатки в горной породе. Некоторые отпечатки были круглые, и это были какие-то именно существа, видимо, похожие на лепешку или на диск. Вот здесь можно обнаружить отпечатки вытянутые, пировидные. И все эти следы были найдены именно на берегу нашего Белого моря. В принципе, родственников этих животных сейчас в современном мире, наверное, мы обнаружить бы и не смогли, потому что, скорее всего, это был какой-то первый эксперимент природы, который закончился, и все эти живые существа полностью вымерли. Но примерно 540 миллионов лет назад происходит событие, которое называется Кембрийский взрыв. Неожиданно появляется огромное многообразие живых существ, и мир вот этих вот странных каких-то лепешечек превращается в мир моллюсков, мир каких-то там ракообразных червей. И в итоге мы уже видим огромное многообразие живых существ, которые живут до сих пор. Но, конечно же, не то чтобы вот прям сразу под водой появились все современные животные. Были некоторые странные живые существа, которых сейчас мы нигде обнаружить не сможем. Вот, скажем, трилобиты. Я предлагаю вам сейчас познакомиться с этими живыми существами поближе, тем более, что их было так много раньше, что иногда даже целую эру длиной в 200 миллионов лет называют эрой трилобитов. Ну и, кроме того, огромное количество трилобитов можно обнаружить, опять же, на территории России, в первую очередь в Ленинградской области. Итак, кто же такие эти самые трилобиты и вообще с кем их можно сравнить? На первый взгляд, некоторые из них вам могут показаться похожими на каких-нибудь, скажем, насекомых, не знаю, тараканов, жуков или же многоножек. И, в принципе, это сходство не случайно, ведь это древнейшие членистоногие. Хотя от любых современных членистоногих, будь то креветка или таракан, они все равно будут отличаться. А в чем же эти отличия? Ну, в первую очередь, в том, что все эти живые существа трилобиты, то есть все их тело поделено на три части, и вы это совершенно четко видите. Во-первых, это голова, толщий хвост, а во-вторых, есть и продольное разделение. Две плоские части и одна посередине утолщенная, которую называют арахис. Но если бы это было просто животное, разделенное на три части, то, в принципе, мы бы не стали выделять их в какую-то отдельную совершенно группу. Они отличаются от всех современных членистоногих своими деталями. Ну, например, давайте посмотрим на глаза трилобитов. Вы видите, что у некоторых трилобитов глаза довольно обыкновенные. Два больших глаза, ничего примечательного. У других трилобитов мы замечаем восемь глаз. Это уже немножечко странно, согласитесь. Но, с другой стороны, пауков тоже восемь глаз, вроде они не жалуются. Так что всякое в мире членистоногих бывает. Некоторые трилобиты решили, что глаза им вообще не нужны, и обходились, видимо, другими органами чувств. Ну и, наконец, были трилобиты, у которых глаза были на щеках. Ну, с кем не бывает, правда? А были трилобиты, у которых глаза были на стебельках. Как я обычно шучу перед школьниками, мне кажется, таким трилобитом было бы очень хорошо сидеть на контрольной. Вот взял глаз, в тетрадку к соседу опустил и пишешь себе спокойненько. Но не только глаза у трилобитов поражают наше воображение. Если мы бы смогли трилобиты вот такого перевернуть, то мы бы увидели снизу достаточно мягкое брюшко, а вот к каждому сегменту тела крепились бы лапки. Но лапки очень странные, вот такие, двойные. Нижняя лапка была нормальная, ей трилобиты просто ходили, а вот верхняя лапа служила для дыхания. Да, вы не ослышались, трилобиты дышали своими ногами. Так что носки им носить было бы противопоказано. Ну и кроме того, вы наверняка обратили внимание, что у всех трилобитов очень толстая и мощная голова. Складывается такое ощущение, что эти трилобиты были очень умными. Но на самом деле это большое заблуждение. Мозг у трилобитов был крошечный и располагался где-то между глаз. А вот в главной части головы у трилобитов располагался огромный желудок. Вот такие они были наши трилобиты. Дышали ногами, имели 8 глаз, ну а в голове желудок. Но не только трилобитов можно обнаружить в нашей стране. Ведь когда-то огромные территории, которые мы сейчас называем Россией, были покрыты морем и в том числе, кстати, даже Подмосковье. Но случилось это уже не в Кембрийском периоде и даже не в Ордовике, а немножко позже, во время так называемого каменно-угольного периода. Если вы когда-нибудь путешествовали по Подмосковью, возможно, вы встречали большие карьеры, в которых добывают известняки. И эти известняки имеют возраст примерно 350 миллионов лет. И сформировались они как раз во время каменно-угольного периода. Во время этого периода земля наша выглядела очень своеобразно. На суше уже выросли крупные леса. Огромные деревья, действительно огромные, высотой где-то метров 30-40, устремляли свои кроны в небо. И причем выглядели они тоже очень своеобразно. Например, здесь одним из самых главных деревьев были огромные плауны. Это такие растения, которые вы наверняка видели, но не обращали на них внимания. Потому что сейчас-то они очень маленькие, плаунчики. А вот когда-то это были настоящие великаны. Кроме того, здесь возвышались и другие деревья, которые сейчас мы тоже знаем только в виде трав. Например, хвощи, папоротники. И частенько отпечатки этих древних хвощей, плаунов и папоротников можно повстречать в горных породах. Обитатели этого леса были еще более сказочными и необычными. Ведь здесь был мир огромных насекомых. Например, гигантских стрекоз. Меганевра была, конечно, чуть-чуть поменьше, чем изображено здесь. Но очень приличного размера. Длиной где-то 70 сантиметров и с огромными крыльями. Представляете, такой вертолетик над вами кружится. К тому же это был опасный хищник. А еще опаснее были, например, артроплевры. Это такие гигантские многоножки. Длиною метров три и шириной сантиметров 50-70. Думаю, что на такой многоножке спокойно два взрослых человека могли бы покататься. Ну а если мы бы опустились на дно морское, то мы бы увидели множество морских лилий, каких-нибудь двустворчатых моллюсков и очень похожих на них брахиопод, а также морских ежиков, акул. И самое парадоксальное, что вот такая вот прекрасная морская картина могла бы быть именно здесь, на месте Дарвиновского музея. Потому что когда-то здесь было море, и вот как раз остатки этого моря стали известняками, которые сейчас активно добывают. Из них там строят всякие церкви и много-много-много еще чего хорошего. Ну а вы, если когда-нибудь окажетесь в подмосковных карьерах, сможете обнаружить древние раковины, как раз морские лилии, ежики и все то замечательное биоразнообразие, о котором я только что вам рассказывал. Но я пока рассказываю все про какие-то ракушки, ежиков. А можно ли интересно на территории нашей страны обнаружить какие-то крупные кости каких-нибудь древних животных? Конечно, можно. И для этого неплохо отправиться поближе к Уралу. Ведь в Приуралье, например, на берегу реки Северная Двина или на берегу реки Вятки, можно найти кости животных Пермского периода. И эти скелеты иногда сохраняются так потрясающе, настолько полно, что они потом отправляются в музеи и, собственно говоря, можно на них посмотреть даже у нас, в Дарвиновском музее. Вот это как раз представители так называемой северодвинской фауны. Причем животные эти впечатляют не только своим размером, не только тем фактом, что они найдены в России, но и впечатляют своим внешним видом и своим строением. Например, сейчас вы смотрите на так называемого парейазавра. Имя, кстати, это довольно забавное. Переводится оно как щекастый ящер. И действительно, видите, у него по бокам такие очаровательные костяные щечки. Может показаться, что это какой-то динозавр. Но на самом деле, во время Пермского периода, то есть примерно 300-250 миллионов лет назад, еще динозавров настоящих не было. И это животное, безусловно, является рептилией, или, как иногда ученые говорят, парарептилией, но не динозавром. Если мы присмотримся к его строению, то мы заметим, что лапа у него расставлена достаточно широко. То есть, скорее всего, он буквально отжимался всеми лапами от земли. Брюхо его свисало практически до самой земли, то есть он был очень медлительным. И если мы заглянем в пасть, то мы увидим, что зубы у него такие листообразные. То есть, скорее всего, он был растительноядным. И если мы приглядимся к некоторым костям, а также посмотрим отдельные окаменелости, которые находят рядом со скелетом, то мы можем обнаружить крупные костяные пластинки. То есть, сверху его, скорее всего, тело покрывал панцирь. Получается, что перед нами что-то очень похожее на черепаху. Медлительное животное с панцирем. Согласитесь, похоже. И долгое время вообще были уверены, что это и есть дедуля черепахи. Но потом ученые обнаружили настоящего дедушку черепахи как раз в отложениях пермского периода. Но оказалось, что он был не такой большой, он был совсем не крупный. И похож был на ящерицу, которая проглотила крупную тарелку. Потом вокруг этой тарелки появился панцирь и получилась черепаха. А вот такие животные, как пареозавры, являются вымершей группой древних рептилий. Хотя внешне они, наверное, на черепах действительно походили. Впрочем, были у них некоторые уникальные особенности, которые можно обнаружить только у древних ящеров. И очень-очень редко у современных. Например, на его черепе мы видим две крупные дырочки, два отверстия спереди ноздри. Два отверстия дальше — это глазница. И одну маленькую дырочку во лбу. Вот она всех всегда очень удивляет. Так вот, не зря удивляет, ведь это третий глаз. У этих животных было три глаза, вы не ослышались. Третий глаз служил не для того, чтобы предупредить об атаке какой-нибудь птицы. Да, собственно, и птиц тогда еще не было. Третий глаз был эдаким будильником. То есть он контролировал его сон и бодрствование. Когда было светлое время суток, он выделял особые гормоны, которые делали его бодрым. А когда было темное время суток, он становился такой сонный, вялый и ложился спать. Для хладнокровного животного это было весьма важное приобретение. Ну и помимо таких толстых, неуклюжих животных, как наши пареозавры, конечно же, были во время Пермского периода и какие-то хищники. И очень приятно, что их тоже удалось найти на берегу Северной Двины. Кстати, именно на берегу Северной Двины нашли самого крупного хищника Пермского периода. Можно сказать, что он был эдаким тернозавром своего времени. Как раз именно это животное стоит за моей спиной. Зовут его Иннастранцевия. Названа она в честь великого палеонтолога иностранцева. Помимо интересного названия, очень интересно строение иностранцевии. Если мы возьмём отдельно голову, то нам покажется, что это что-то сродни собаке, тигру. Короче говоря, голова какого-то зверя, млекопитающего. Если же мы возьмём отдельное туловище без головы, то мы увидим, что туловище достаточно громоздкое, лапы расставлены широко, и оно отражает множество признаков пресмыкающихся рептилий. В общем, какой-нибудь варан перед нами стоит. И что же у нас получается? Полузверь, полуящер. Перед нами звероящер. Именно так называют этих животных. У них ещё есть, разумеется, научное название. По-научному их называют синапсиды. Но, по сути, это как бы переходное звено, то самое, которое так любят искать у нас в эволюционной теории. И это животное сочетает в себе признаки и зверей, и каких-то более примитивных животных во всех деталях. Например, у него, скорее всего, была шерсть. Возможно, даже были такие усики, как у кота. Но при этом, вполне возможно, он был холоднокровным. Он абсолютно точно откладывал яйца, ещё не кормил детёнышей молоком. Но при этом другие признаки выдавали в нём скорее млекопитающее. Например, особенности строения его черепа. Вот это одно отверстие за глазницей. Это признак, который характерен только для млекопитающих. И, конечно же, судя по огромным и мощным зубам, мы можем судить, что это животное питалось какой-то крупной добычей. Причём, возможно, добычей, покрытой бронёю. Например, нашими щекозаврами-пореазаврами. И как раз на следующей картине у нас изображена такая схватка. Полюбуйтесь, наш Константин Константинович Флёров, один из очень известных палеонтологов, палеоиллюстраторов, изобразил здесь иностранцевию. Правда, здесь она изображена без шерсти. Она выходит на поляну, где пасутся два пареазавра. И они уже заметили опасность и уползают куда-то прочь. Но вряд ли им удастся скрыться. Уж больно они какие-то неуклюжие, неповоротливые. Так выглядел мир во время Пермского периода. Но дальше случилось одно из великих массовых вымираний, и наступила эра динозавров и других рептилий. Вот интересно, можно ли обнаружить каких-нибудь морских рептилий или настоящих динозавров на территории России? Конечно, можно. Причём, морских рептилий можно найти даже в Подмосковье. Как я уже упоминал, во время многих периодов в истории нашей планеты уровень моря был гораздо выше. И огромные пространства, которые сейчас заняты сушей, были покрыты морем, в том числе и Московская область. Такое происходило примерно 350-300 миллионов лет назад, во время Каменноугольного периода. И примерно такие же события повторились во время Юрского периода, примерно 150 миллионов лет назад. И у нас в Подмосковье можно на берегу многих рек или оврагов обнаружить такие характерные чёрные глины. Вот это глины как раз Юрского периода. И подчас в них можно обнаружить кости самых разных животных или же какие-то раковины. Ну, конечно же, наверное, кости-то будут поинтереснее. Давайте посмотрим, какие животные могли оставить эти кости. Здесь раньше плавали ихтиозавры, так называемые рыбоящеры. Вы их сейчас видите здесь за моей спиной. Ну, а также так называемые плезиозавры. Возможно, вы слышали про них как про лохнесских чудовищ. Это животные с таким телом черепахи и длинной-длинной шеей, как будто бы голова змеи. Все эти животные реально обитали на нашей планете, потому что мы находим их кости, и вы можете сами в этом убедиться. Ну, правда, сразу же отмечу, что всё-таки это скелеты, прибывшие к нам из Германии. А у нас, как правило, в Подмосковье находят лишь отдельные кости. Целые скелеты редко. Но кости именно всех этих животных. Например, у нас в хранилище музея хранится почти что целый скелет подмосковного ихтиозавра, рыбоящера, который носит название Ундерозавр. А также одного небольшого колимбозавра, родственника лохнесского чудовища. Ну и, конечно же, если вы вдруг когда-нибудь отправитесь на поиски окаменелости, вам будут частенько попадаться самые разные закрученные ракушки аммониты. Вот здесь у нас их тоже можно, кстати, посмотреть. Ну а также и многие-многие другие раковины, опять же, какие-нибудь морские ёжики и другие обитатели Древнего Московского моря. Короче, древние москвичи. Ну, конечно же, морские ящеры — это интересно, но динозавры ещё лучше. Вот где же у нас в стране можно найти динозавры, если вообще можно? Скажу вам сразу, динозавров в нашей стране найти можно, но для этого придётся всё-таки потрудиться. Конечно же, есть везунчики, которые даже в Подмосковье умудрились найти парочку костей динозавров, которых буквально там аж с острова смыло и вот в какие-то древние морские породы замыло. Но всё-таки лучшие места для поиска динозавров — это Забайкалье, а также Амурская область. Вот в Амурской области иногда находят даже целые скелеты динозавров. Вы уже, наверное, обратили внимание, что за моей спиной стоит животное, очень похожее на знаменитого тираннозавра Рекса, хотя справедливости ради отмечу, что это всё-таки не он. Это его азиатский брат и зовут его Торбозавр. И, скорее всего, когда-то по территории, которую сейчас занимает Россия, бродили и такие ящеры. По крайней мере, отдельные зубы торбозавров как раз в Амурской области находили. Находили и кости более мелких хищников, правда, тоже очень фрагментарные. Например, знаменитого велоцераптора. Помните, такого ящера вы наверняка видели в мире юрского периода. Такие маленькие, шустрые, проворные. Они тоже когда-то жили на территории, за которой сейчас занимает Россия. И отдельные зубы частенько попадаются в древних горных породах. Но ещё приятнее, что всё-таки иногда можно обнаружить целые скелеты. Правда, пока учёным попадаются только скелеты растительноядных динозавров. И одного из них даже назвали в честь реки Амур амурозавром. Предлагаю вам с ним познакомиться. Вот так выглядит наш амурский красавец. На самом деле, динозавров в Амурской области стали находить ещё в начале XX века. Причём обнаруживали эти кости не учёные, а казаки. И использовали их в качестве грузила для сетей. Но казаки, разумеется, ничего не изучали. Потом учёные вроде бы приехали и начали было изучать. Но тут начались неприятности. Вначале революция. Потом только вроде палеонтология стала подниматься. И тут вторая мировая. В общем, постоянно что-то мешало исследованию наших динозавров. В итоге лишь в 90-е годы снова вернулись в Амурскую область и стали изучать отложения мелового периода. И тут обнаружили скелет почти что полный, который потом назвали Амурозавр. Принадлежит такой динозавр к группе так называемых утконосых динозавров или гадрозавров. Действительно, вы наверняка заметили, что его нос немножечко напоминает утиный клюв. Одной из главных особенностей всех утконосых динозавров являются очаровательные гребни на голове. Причём служили они, скорее всего, не только для красоты, но также и для усиления звуков. Ведь во многих гребнях обнаруживали тонкие трубочки, которые, скорее всего, соединялись с носовой пазухой и служили неким образом резонатором. Таким образом, они, можно сказать, давали концерты в древнем мире и трубили на всю округу. Так они, возможно, общались, ну или, может быть, предупреждали друг друга об опасности. Скорее всего, ходили они большими стадами, и это была весьма актуальная мера безопасности, если учесть, что рядом бродили такие гиганты, как торбозавры. Как несложно догадаться, амурозавры растительноядные. И для того, чтобы перемалывать достаточно грубую растительность, у них есть всё необходимое. Ведь у каждого гадрозавра в пасти было несколько тысяч зубов. Эти зубы составляли из себя, можно сказать, такую батарею, которая способна была перетереть всё на своём пути. И больше того, эти зубы ещё постоянно обновлялись, то есть у них был полон рот зубов постоянно. А те зубы, которые выпадали, проглатывались динозаврами, оказывались в желудке, где продолжали помогать пищеварению. Амурозавр стал первым крупным динозавром, описанным с территории России. Но сейчас их известно уже несколько. Четыре утконосых динозавра, несколько длинношеих великанов, зауроподов. Кроме того, множество хищников описано, и даже один из древних родственников тираннозавра рекса. Правда, уже не в Амурской области, а в Красноярском крае нашли кости этого странного великана. Но, конечно же, самый известный из древних великанов, который когда-то обитал на территории нашей страны, это мамонт. Ну и, собственно, к мамонту я и предлагаю продолжить наш путь. Ну а по дороге заодно посмотрим других представителей нашего российского палеопарка. Здесь, на территории Дарвиновского музея, можно повстречать множество разных обитателей древней России. Вот еще один динозавр, это келеск. Как раз он является древним родственником тираннозавра рекса. Ну, можно сказать, если не дедушкой, то как минимум дядюшкой. И нашли его в Красноярском крае. Также здесь можно повстречать некоторых представителей зверообразных рептилий, звероящеров. Хотя они будут совсем не похожи на иностранцевию, с которой мы уже с вами познакомились. Вот здесь, скажем, стоит один из растительноядных звероящеров, известный как эстеменазух. Или еще его называют ужасно мордый ящер. Ну, действительно, согласитесь, мордашка может у него и не самая симпатичная. Ну, а вот и наш любимый рыжий слон. Мамонт стал символом России. Ну или как минимум отдельных ее регионов, таких как Якутия. И это неудивительно. Ведь у нас на территории страны можно найти не только кости, но даже замороженные туши. Как маленьких мамонтов, так и даже взрослых особей. Благодаря таким находкам мы очень много знаем об этих древних слонах. И на самом деле, кажется иногда, что вообще мы знаем абсолютно всё. Ну что, большой такой, рыжий, похож на слона. Но на самом деле, каждый год ученые узнают что-то новое об этих странных древних великанах. Например, они выяснили, что на самом деле мамонты не были рыжими. Ну, казалось бы, находят же замороженную шерсть. Какие могут быть сомнения в окраске шерсти? Но дело в том, что практически всех древних животных, которых находят в вечной мерзлоте, обнаруживают с рыжей шерстью. И стали возникать некоторые сомнения. А правда ли они все были рыжими? Или с шерстью что-то происходило после того, как она оказывалась в вечной мерзлоте? Оказалось, что действительно шерсть менялась. Она буквально ржавела. И виноват в этом один из грибков, который был в почве. А истинный цвет шерсти мамонта, который удалось восстановить, был примерно таким. Сверху у него была золотисто-желтая шапочка. Дальше действительно такой рыжевато-черный мех. А снизу светленький-светленький подшерсток. Так что выглядел он гораздо более оригинально и симпатично. Ну и к тому же шерсти этой было много, очень много. По густоте шерсти мамонты были сопоставимы с овцами-мереносами. А длина шерсти местами достигала 80 сантиметров. То есть, в принципе, мамонтам легко можно было бы заплетать косички. Ну что еще у него интересное? Бивни. Бивни шикарные. Бивни добывают иногда и совершенно отдельно от мамонтов. И, кстати говоря, из них делают множество разных поделок. Я думаю, вы про это слышали. Но в первую очередь впечатляют размеры бивней мамонтов. Ведь у некоторых из них длина бивней достигала 3-4 метра. И очень необычная форма у бивней мамонтов. Кстати говоря, считают, что загнутыми они были не случайно. Ведь этими бивнями мамонты разгребали снег и добывали себе пропитание. Еще относительно недавно узнали, что у мамонтов была настоящая варежка. Она скрывалась у них на кончике хобота. С помощью этой варежки, возможно, что мамонты прикрывали нос для того, чтобы он не замерз. Или же они собирали снег, оттапливали его и получали таким образом необходимую воду. Еще вы наверняка обращали внимание, что мамонтов часто изображают горбатыми. И это абсолютно верно. У мамонтов действительно был горб, состоящий из жира. Ну и в этом жировом горбу они накапливали питательные вещества во время теплого сезона. Ну а кроме того, необходимую воду. Не зря верблюды, которые могут очень долго обходиться без воды, тоже весьма горбатые. На этом, я думаю, мы можем уже закончить наше сегодняшнее путешествие среди древних животных России и среди удивительных экспонатов Дарвиновского музея.